Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Натали Михайлик. В магазинах Минска уже начали выставлять честные ценники с полной стоимостью товара за килограмм и литр. У покупателей появилась возможность выбрать наилучшее соотношением цена-качество-объем. Как в столице восприняли подобную инициативу, узнавала Оксана Симашко. Маленький Мирон еще только учится считать, как экономить на покупках и где выбрать самую вкусную кашу для сына, подскажет мама. Светлана уверена, новые ценники настолько понятны, что разобраться в них сможет даже ребенок. Это выгодно, конечно, для нас, покупателей, потому что мы знаем, что сколько стоит в полной мере, потому что сейчас стали использовать молоко не литра, а 950 грамм, то же самое и детские соки, и все остальное масло, не 200 грамм, как раньше, стандартное. Поэтому мы не переплачиваем и видим, сколько реально стоит. О том, сколько на самом деле стоят продукты питания, теперь можно узнать простым способом. Стоимость за 1 килограмм или литр начали размещать под ценой за единицу товара. Причем реальная сумма крупным шрифтом. Так оставят позади уловки недопросовестных производителей и продавцов, которые нет-нет и норовят спутать покупателей. Теперь уже можно сравнить цены за одинаковые габариты продуктов и сделать покупку более выгодной, а также не покупать меньше за те же деньги. Цены уже активно развешивают по прилавкам, в первую очередь с хлебом, молоком и крупой. Их обновляют с каждым новым поступлением товаров. Так покупателям уже можно свободнее ориентироваться в ценах и не переплачивать. Человек подошел к ценнику, он видит, что 0,7 килограмма хлеба стоит такая цена, а за килограмм он стоит уже другие деньги. Начинают смотреть, что стоит килограмм, что стоит 700 грамм или же 600 и выгоднее ли покупателям, может быть вообще взять 500 грамм, две пачки все-таки. Одинаковые ценники во всех магазинах Минска появятся к июле этого года. Это значит, что в своих чеках мы обнаружим не только минимальный вес товара, но и равноценную стоимость. Это, в свою очередь, позволит не истощить пропорции кошелька. Цены на продукт за килограмм или литр можно будет увидеть не только на ценнике, но и в рекламных буклетах. Оксана Симашко, Леонид Бартенев, телекомпания СТВ. Быстрые результаты, общая база и ускоренное выявление проблем со здоровьем. Все столичные поликлиники Минска перешли на систему электронных амбулаторных карт и рецептов. Об этих и других новшествах в столичной медицине в репортаже нашего корреспондента Григория Заренко. Телевидение становится поистине глобальным. Сейчас оно покоряет медицину. В Минске создана и функционирует уникальная для стран СНГ и Восточной Европы единая телемедицинская система города по цифровой флюорографии. Этот снимок моих легких был сделан пять минут назад. И уже сейчас, благодаря системе телемедицины, я могу отправить его в противотуберкулезный диспансер. И уже через 10 минут специалисты сделают о нем заключение. Телемедицинские консультации осуществляются путем передачи медицинской информации по каналам телекоммуникационной связи. Мы имеем возможность прибегнуть в диагностических случаях к созданию в режиме онлайн консилиума. В результате существенно сокращается время на постановку диагноза. Еще один плюс данной системы – это создание флюорографической базы данных на каждого пациента. Благодаря этому на последующих снимках можно будет увидеть сам процесс выздоровления, что раньше было невозможным. Специалисты уверяют – это помогло увеличить профилактику онкологии и туберкулеза в два раза. Теперь очереди в поликлинику, а также потери бумажного рецепта начнут уходить в прошлое, так как успешно вводится система электронных карт пациента и электронных рецептов. Вместо большой амбулаторной карты теперь достаточно принести доктору пластиковую карточку с электронным ключом, и врач увидит всю историю болезни. Все рецепты, которые мы оформляем в электронном виде, то есть проводятся через компьютер, через электронную амбулаторную карту пациента, они автоматически пересылаются в электронную базу в Белшую информацию. Сейчас во всех государственных аптеках можно покупать лекарства по электронному рецепту. Чтобы получить его, необходим только паспорт и всего лишь 10 минут времени. Полную информатизацию столичной сферы здравоохранения планируют завершить в 2018 году. Григорий Азаренок, Антон Филанович, телекомпания, СТВ. Обновленные классы, электронные дневники, уроки без прогулов. Сети новшества вскоре предстоит испытать в столичной школе номер 64. Но пока коридоры и кабинеты заняли строители, дети вынуждены переселить за другие парты в других школах. И с нетерпением ждут возвращения в родную альмаматор, которую после капитального ремонта будет просто не узнать. 1 сентября текущего года здесь уже будут готовы принять учеников. Веста Йорша ценила масштабы работ. То, что школе, которую открыли более полувека назад, необходим ремонт, стало понятно еще пару лет назад. Все это время каких-либо масштабных реконструкций не проводилось. Школа номер 64 знаковая. С момента открытия она специализировалась на углубленном изучении иностранных языков. Перспективы очень большие. И значит и школа должна быть в отличном состоянии. У нас появятся новые лингофонные кабинеты с новым оборудованием. Мы планируем улучшить материально-техническую базу, именно создать ресурсный центр. После ремонта школа получит новую электронную концепцию. Ремонт и оснащение планируется сделать в кабинетах физики, химии и биологии. Школьники получат электронные дневники, доступ к которым будет онлайн. Прогулять уроки станет намного сложнее. Кроме того, в планах ремонт в спортивных залах. Из одного сделают два разного профиля. А после и стадион с современным покрытием. Именно в этом зале до полного закрытия школы на капитальный ремонт находилась столовая. В ней было всего лишь 56 посадочных мест и неудобное месторасположение на третьем этаже. Но уже после открытия в сентябре она переместится на первый этаж. И будет вмещать в себя 200 человек. А на этом месте появится красивый актовый зал, в котором ученики смогут отпраздновать главный праздник – свой выпускной бал. С третьей четверти учеба для учеников, закрытый на ремонт школы, продолжается в четырех окрестных школах. Но дорога для многих ребят на учебу пролегает по привычному маршруту. Пришли посмотреть, как проходит стройка нашей школы. И очень ждем, когда 1 сентября откроется наша любимая школа. Полностью сдать школу в эксплуатацию планируется к началу будущего учебного года. Это будет еще один подарок столице к ее 950-летию. Вестаер Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. Столичные правоохранители разыскивают 78-летнего мужчину. Уроженцы Казахстана подозревают в совершении тяжкого преступления в заводском районе Минска. Известно, что Евгений Колесников страдает психическими заболеваниями. Также у него могут находиться элементы альпинистского снаряжения, в частности ледорубы. Если вы узнали этого человека на фото, просьба сообщить по короткому номеру 102. Время добрых дел продолжается. Новогодний огонек для горожан элегантного возраста сегодня впервые состоялся в заводском районе Минска. Зажигательные танцы, эффектные музыкальные номера – все это подарили нестареющим душой горожанам. Те, кто готов разнообразить их досуг. Сегодня в столице минчанам пенсионного возраста предоставляют целый перечень услуг. Те, кто не считает годы, активно посещают различные кружки и секции. В их числе и университет третьего возраста. А также тем, кому это необходимо, оказывают различную социальную поддержку. Молодежь и представители общественных организаций помогают ветеранам и инвалидам с уборкой снега и приготовлением пищи на дому. Это стимулирует нашу жизнь. Нам придает силы. Мы бываем часто в школах, в гимназиях, в институтах. Нас принимают очень хорошо. Нас принимают как своих родных. Вы знаете, что мы радуемся этому. Мы очень ценим, как они нас встречают, потому что у них великолепная художественная самодеятельность. Тех людей, которые сделали для нашей страны, для нашей независимости, для нашего благосостояния, очень много. Мы решили их окружить заботой, вниманием. Решили подарить им такой праздник. Это все столичные подробности на сегодня в студии новостей, которой всегда рядом работала Наталья Михайлик. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин